Километры дорог нам заменят. Губернатор поставил задачи по ремонту улиц в столице региона. В планах на год как текущее обслуживание проблемных участков, так и реконструкция главных магистралей Челябинска. Подробнее обо всем смотрите в материале моих коллег. Больше всего обращений жителей по улице Беевеля в Парковом. Эта дорога проходит в крупнейшем городском жилом массиве, а также служит транзитной артерией с северо-запада на ЧМЗ. Так что губернатор решил ускорить стройку полноценной четырехполосной магистрали. Закончить нужно уже в этом году. Деньги выделят по программе опережающего финансирования. Я на совещании у президента недавно об этом докладывал от комиссии госсовета. Принято решение о том, чтобы часть средств 2024 года перенести на 2023, для того, чтобы опережающим образом закончить стройку. Мы улицу Беевеля закончим в этом году. Финансирование выделим в полном объеме. Асфальтовые заводы вовсю заработают уже на следующей неделе. Но мало просто положить покрытие. Важно синхронизировать работу с коммунальщиками. Например, на ЧМЗ летом планируют поменять сотни метров теплосетей. Так что дорожные ремонты на Богдана Хмельницкого и Столиваров будут делать сразу за прокладкой труб. Есть предложение сделать его благоустройство этих участков автомобильных дорог в этом году и синхронизировать работу как раз с перекладкой коммуникации. Готовы будем уже в понедельник представить предложение по ремонту этих участков. В 2023-м также стартуют несколько крупных проектов по реконструкции улиц. Проспект Ленина обновят от улицы Цвилинга до Линейный. Восстановление дорожного основания планируется на улице Рождественского, которая соединяет центр и Ленинский. Продолжится строительство улицы Агалакова и начнутся работы на Гранитный. Средства на это уже запланированы в бюджете. Мы сейчас доведем, так скажем, нашу сметную документацию до тех задач, которые сегодня наш руководитель области поставил и будем запускать процедуру торгов. То есть этот год очень такой объемный будет по городу Челябинск. Особое внимание губернатор уделил комплексному развитию дорожной инфраструктуры. Одновременно с асфальтовым полотном на улицах должны появляться газоны, кусты и деревья, а также удобные тротуары. Ну и по челябинским дорогам должен кататься современный общественный транспорт. Надо делать комплексно, плюс благоустройство. Там, где есть возможность параллельно озеленять придорожную часть, это тоже нужно делать, чтобы Челябинск становился краше. И мы гордились своим городом. Это очень-очень важно. Кроме больших проектов по обновлению уличной сети, будут вестись и текущие работы по содержанию проезжей части в городе. На сегодняшний день сформировано семь бригад, которые уже приступили к выполнению задач. Иван Абросимов, Азиз Хаджиев, 31 канал.